Благодарю вас, уважаемые коллеги, друзья, уважаемые секретарь. Мы рады возможности меня поговорить о том, что в Санкт-Петербурге я проведен, я уже седьмое месяц, как бы всегда, стратегическое дело в России, Советского Союза, Азербайджан и Российского Зоюза. Я сказал бы, что наш пандемат в следующем году встречались в Москве и сегодня здесь, что они имеют в штат-портиве Советского Союза. Наше стратегическое дело, Павел Владимирович Министров, было запущено 13 лет назад, на это время мир сильно изменится. Можно констатировать, что уходят в прошлое многое право, вегемоны из Запада, которые в США и в Санкт-Петербурге пытаются всеми способами сохранить и постепенно проявляются, несмотря на все это, постепенно проявляют что-то новое, которое справедливо и многопорядное устройство, которое должно открываться и, в принципе, стало его баланс и интерес всех стран, небольших и малых и малых, которые учили право-говородных самим определять свою судьбу. Нет сомнений, что Совет Совет Советовательского Союза становится одним из важных самостоятельных центров, проведущегося иноментарьами на ее устройств. И родное церковное сотрудничество будет возрастать в том числе в связи с сохранением, даже в Москве, на числе предыдущих предыдущих по региону, на прежнем области. Здесь сохраняется целый ряд конфликтов, которые создают другое для международного мирного безопасности и сдерживают возможности для устойчивого развития других стран и регионов. В ходе того, что встреча в Москве, мы говорили, что в достижении уходной стабильности на ближайшие поступки невозможно сделать в первую и самую старую и региональную проблему, провести на израильство конфликтов, другое создание гражданского государства в соответствии с резолюцией комбинации и регионов. Время, в очередной раз, к сожалению, подтвердимо, что без решения этих проблем регионов не сможет развиваться скобильно. В сентябре 2023 года противостояние переживает очередную норматическую эскалацию. Причем на этот раз в насилии беспрецедентные повесения катастрофических масштабов количество жертв среди мирового населения и сентября уже принесло общее число погибших арабов в форме всех предыдущих израильских войн. Вместе с арабскими друзьями, включая страны, Советы Сотрудничества, нам удалось обеспечить, несмотря на сопротивление всех директорных штатов, обеспечить принятие нескольких гражданцев Совета Безопасности и региональных сомнений. Причем прекратительным. Наши друзья из катастрофы играют перед другими участниками бюджу, но в непрямом периодовом процессе директорного здравоохранения Махамаса, который направлен на логическую ситуацию. Важные решения катастрофистенских проблем были были, которые были в доме, я, через Новосаднюю, я, в Сотрудничестве, в Сотрудничестве, в Сотрудничестве, в Сотрудничестве, в жизни, как и в прошлом году. И на арабские встречи в Манале, в Мае, в годы нынешние. К сожалению, пока организация в Сотрудничестве не удастся, мы способны с мирового сообщества остановить боевые действия в Сотрудничестве и прекратить массовую библию его жителей, привело прессы к улучшению военно-политической ситуации во всем выделении. От границы Ивана и Израиля была протоколия Красного моря. И одновременно на новой опасной улице вышла по предстоянию между Израилем и Ираном. Я, через Новосаднюю, вновь оказался на пороге большой и неординарной войны. Наша общая ответственность не допустит для этого. Работая на нормализации обстановки со всеми сторонами, тесно реагируя наши действия, не в ООН, не в других отчаяниях. Наши друзья и из Совета Сотрудничества. Рассчитываю, что сегодня мы сможем подробно обсуждать действия и видеть международные проблемами, которые мы встаем. Я приветствую меня в нашу стратегическую диалогу и еще раз благодарю предстоятельствующих представителей ТАП и наших Советских Людей за прекрасную операцию нашей встречи. Спасибо.